Изготовление полимерной пленки из вторичного сырья – процесс сложный, но увлекательный. Разнообразная упаковка для кондитерской отрасли и кулинарии, системы хранения для продуктов ежедневно встречают потребителей на торговых прилавках страны. Ассортимент выпускаемых изделий постоянно обновляется и расширяется с учетом тенденций рынка. А создают его на одном из крупнейших предприятий в стране, расположенном в Больших Веземах. Исходным сырьем для полимеров служат пластиковые отходы с полигонов – PET-бутылки, которые проходят предварительную очистку, селекцию по цвету и дробление. Сложный технологический процесс состоит из нескольких этапов. Из огромных мешков сырье поступает в накопительные бункеры. Оттуда посредством пневмотранспорта система забирает его в реактор очистки и кристаллизатор. Благодаря высокой температуре и глубокому вакууму происходит удаление всех инородных примесей, в том числе и органических, сырье разогревается до необходимой температуры и далее подается в систему дозирования. Затем происходит подготовка химической смеси согласно заданной рецептуре. Сырье попадает в экструдер, плавится, гомогенизируется, смешивается, проходит стадии вакуум-дегазации, механической фильтрации, насоса расплава и уже попадает на формообразующую фильеру, где ему придается первоначальный профиль, то есть полотно. Благодаря современному оборудованию бывшая в употреблении пластиковая тара получает новую жизнь. Ознакомиться с технологической цепочкой производства смог глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Полностью автоматизированное производство на каждом этапе управляется при помощи сенсорных экранов, на которые выведены все параметры линии в реальном времени. Это позволяет выпускать качественный продукт. Это схематичное расположение линии по всем узлам, то есть начиная в ванной экструдер, свой экструдер, который формирует внешние слои, блок-каландр и его параметры настройки, дальше идет система измерения толщины, дальше станция нанесения силиконового покрытия резких ромок и непосредственно намочек. Успешная реализация проекта стала возможна при поддержке администрации Одинцовского округа. Новая современная технологическая линия позволит увеличить объемы изготовления полимерной пленки до 10 тысяч тонн в год, снизить себестоимость продукции и создать новые рабочие места. 80 человек после выхода на полную производственную мощность.